Уважаемые Каспичане, вы прекрасно все знаете, что 21 сентября у нас президентом Российской Федерации, Верховным Главнокомандующим объявлена частичная мобилизация. Естественно, все мероприятия, которые мы проводим по мобилизации, это в первую очередь категория та, которая у нас подлежит частичной мобилизации. Это те специалисты, которые необходимы для выполнения боевой задачи, имея военную счетную специальность, та, которая необходима сейчас в войсках. В возраст ребят, которые сейчас подлежат на первом этапе, это до 40 лет солдаты-сержанты и категория до 50 лет офицеры запаса. Хочу уточнить, что офицеры запаса, не только те, которые служили, имеют боевой опыт, но и те, которые стоят на учете, но не служили. Мы, естественно, провели большую работу и подготовили повестки. Естественно, их вручают по адресам граждан, пребывающих в запасе, прописанным по месту жительства. Сейчас в городе идет и вообще в республике такая шумиха, можно сказать ее так, или специально создают такое, что военные комиссариаты всех подряд вызывают, забирают, призывают. Хотя, естественно, что у нас такого в нашем, по крайней мере, городе этого нет. Я надеюсь, что и в других городах нашей республики этого нет. Военные комиссариаты, командование военного комиссариата республики тоже все проинструктированы. Никаких таких вот экстренных мер никто не принимает. Тот человек, который получил повестку, гражданин, пребывающий в запасе, он должен немедленно прибыть в военный комиссариат. И в военном комиссариате члены призывной комиссии по призыву по мобилизации, я сам лично провожу беседы, с каждым человеком мы беседуем, разбираясь, вникаем в ситуацию. Если та категория, которая подлежит отсрочке, имеющая четырех детей, вы знаете, инвалиды, значит, ухаживающие за инвалидами, естественно, имеющие официальный документ, забронированные и их очень много отсрочек, мы, естественно, эту категорию не призываем, но обязательно предупреждаем, чтобы они принесли оправдательный документ, чтобы на каждой повестке был оправдательный документ, по какой причине этих ребят мы не призвали по мобилизации. Те ребята, которые заявляют жалобы о состоянии их здоровья, у нас здесь заседает на комиссии по мобилизации врачи-специалисты, мы всех направляем к ним. Если есть какие-то моменты по болезни, естественно, это все документально будет оформляться. И та категория, которая подтвердит, что они на самом деле болеют, мы их, естественно, призывать не будем. Шумиху и панику поднимать не надо, все в спокойной обстановке. Все, кто приходил в военкомат наш, могут подтвердить, что мы здесь вежливо со всеми, нормально общаемся, объясняем нормально, и мои сотрудники, и я в том числе целый день беседую со всеми, и с родителями, и с самими гражданами, пребывающими в запасе. Вы знаете, что уже в течение больше полугода наши ребята, каспичане в частности, выполняют эту боевую задачу. И я считаю, что мы, каспичане-дагестанцы, должны поддержать их, поддержать их, поддержать страну в самый тяжелый момент, как наши отцы, деды, в Великую Отечественную войну, и не бояться прибыть для выполнения этой задачи. Сейчас вы знаете, что очень сложная обстановка в республике. Некоторые, как их назвать, дагестанцами, даже их не могу назвать, личности, которые создают такую обстановку в некоторых районах и городах, в частности, в Махачкале, такой обстановкой и митинги против этих всех мероприятий. Я вас попрошу не поддаваться на провокацию, и не участвовать тем более, потому что есть у нас категории ребят, которые тоже приняли участие в этих мероприятиях, по ним будут органы заниматься и принимать меры.